Добрый день. Поступил вопрос. У человека диагноз биполярное аффективное расстройство второго типа. И на фоне приема антидепрессантов и нейролептиков, которыми осуществляется лечение этого заболевания, наблюдается значительный рост веса. То есть за 10 лет лечения человек прибавил в весе 40 кг, а сейчас его вес составляет около 140 кг при росте около 185 см. Что с этим в принципе можно делать? Вопрос даже более широкий, чем в конкретный случай, потому что действительно проблема набора веса при приеме как нейролептиков, так и антидепрессантов существует. Что делать? Ну, естественно, в каждом индивидуальном случае, в каждой конкретной клинической ситуации надо смотреть отдельно и давать какие-то точные рекомендации по интернету нельзя. Но можно выделить основные направления, в которых следует смотреть, в которых следует исследовать этот вопрос и предпринимать какие-то шаги. А имя первое, с чего следует начать. Ну, во-первых, надо уточнить, от всех ли препаратов данных классов, то есть от всех ли классов антидепрессантов, от всех ли классов нейролептиков наблюдается такой значительный рост массы тела. На сегодняшний день существует достаточно большой спектр как нейролептиков, так и антидепрессантов. Вот смотрим ссылку про медикаменты на экране. И основная задача лечащего врача-психиатра в данном случае – подобрать такую комбинацию препаратов, которые бы все-таки не вызывали столь значительные прибавки массы тела. Разные нейролептики, разные антидепрессанты в разной степени влияют на этот показатель, поэтому здесь, в общем-то, есть определенное поле для маневров. Если при достаточно активной работе по подбору препаратов, при коррекции терапии, все равно не удается добиться того, чтобы такого вот роста массы тела не наблюдалось, то тогда следует, наверное, более углубленно исследовать состояние эндокринной системы у данного человека, потому что значительный рост массы тела, как правило, всегда так или иначе связан с влиянием антидепрессантов или нейролептиков на эндокринную систему. Вполне возможно, что именно со стороны эндокринной системы имеется какая-то скрытая патология, либо эта патология просто не выявлена, и воздействие нейролептиков, воздействие антидепрессантов может дестабилизировать имеющуюся эндокринную патологию и приводить к такому значительному набору массы тела. Это тоже возможный вариант. То есть консультация эндокринолога, исследование эндокринологического профиля здесь также необходимо. И, наконец, третье действие, которое имеет смысл осуществить, которое можно осуществлять, в том случае, если первые два этапа, то есть коррекция терапии психотропными препаратами, исследование эндокринологического статуса и коррекция эндокринологического статуса не имело никакого эффекта, то есть ни со стороны коррекции психофармакотерапии, ни со стороны лечения эндокринного заболевания или по коррекции эндокринологического статуса, если там есть что корректировать, есть что лечить. Если ни то, ни другое не дает никаких результатов или не на что воздействовать, то тогда остается то, что делают все люди при излишнем наборе веса. То есть те рекомендации, которые даются всем людям с лишним весом, вне зависимости от того, что именно послужило этиологией. То есть это обращение к диетологу. Первое, это безусловно коррекция диеты, коррекция пищевого поведения, поскольку по-любому для набора веса необходимо излишнее поступление калорий в организм. Конечно, понятно, что если причиной является прием, именно прием психотропных препаратов, именно какие-то сдвиги в эндокринной системе, то просто диетами ничего добиться невозможно. Но тем не менее, тем не менее, и коррекция пищевого поведения, преобладание траты калорий над их поступлением в организм, и физическая активность, будь то либо занятие спортом, либо лечебная физкультура, зависит опять-таки от состояния физического здоровья. Все это точно так же может быть использовано. Возможно, конечно, еще и четвертый шаг использования препаратов, которые применяются для снижения веса. Но вот этот четвертый шаг как раз-таки достаточно спорный, потому что, как правило, все препараты, которые используются для снижения массы тела, либо основаны на том, что они подавляют аппетит, опять-таки это то же самое фактически, о чем мы говорили в третьем пункте, то есть это коррекция пищевого поведения, диета, либо это препараты, которые воздействуют на усвоение тех или иных веществ, допустим, на усвоение жиров, которые воздействуют в ксеникан. Но и в том, и в другом случае мы имеем риск либо еще большей дестабилизации системы обмена, либо дестабилизации психоэмоционального состояния, потому что, когда мы говорим о препаратах, снижающих аппетит, они, как правило, в качестве побочных эффектов могут иметь те или иные незначительные воздействия на психоэмоциональное состояние. Незначительные для человека со здоровой психикой, но в то же самое время при наличии серьезного диагноза, а биполярно-эффективное расстройство таковым является, это воздействие может оказаться и достаточно значительным. В любом случае и первый, и второй, и третий, и уж особенно четвертые шаги, о которых я сказал, должны быть безусловно согласованы с лечащим врачом и предприниматься только под его контроль, поскольку речь идет, еще раз повторюсь, о достаточно серьезном заболевании, которое требует наблюдения, требует коррекции терапии, поскольку динамика этого заболевания, полярного эффективного расстройства, достаточно выраженная, кроме полярно-эффективной расстройства, смотрим ссылку на экран, то и наблюдение врача, и проведение лечения, возможно только именно вот в режиме назначений лечащего врача и выполнения этих назначений пациента. Вот то, что можно сказать по этой проблеме. Дополнительную информацию вы можете найти о нашем сайте меднаука.нет и о нашем канале на портале Дубку. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.